Брестский грибной канал – визитная карточка города и области. Здесь проходят масштабные соревнования, тренировки к европейским турнирам. Здесь встречаются сильнейшие спортсмены Республики Беларусь, ближнего и дальнего зарубежья, спортивный комплекс «Гордость Брещины». Его высокий уровень отмечали неоднократно представители разных стран. День рождения Центра Олимпийского резерва по гребле прошел масштабно и зрелищно, а иначе и быть не могло. В рамках праздничного мероприятия был проведен парад лодок, каноэ и байдарок. Большой колонной прошлись и проехались яркие представители роллерного движения, велосипедисты, любители скандинавской ходьбы. В этот день прозвучало немало слов о тех, кто прославляет Брещину, кто добился мирового признания в своем виде спорта. В Центром Олимпийского резерва за 10 лет подготовлено более 6 тысяч спортсменов. Многие из них стали уже заслуженными мастерами спорта, мастера спорта международного класса. Через спорткомплекс Центр Олимпийского резерва прошло около полтора миллиона людей, которые пришли на оздоровление в бассейны, в тренажерные залы. Многие ребята продолжают и сейчас заниматься спортом, выступают в национальных командах. Также к нам много приезжает национальных команд, не только белорусских, но и из ближнего и дальнего зарубежья, такие как Россия, Узбекистан, Казахстан. И как из дальнего зарубежья, такие как экзотический транс Малайзии, они тоже были у нас. Грибной канал рад принимать новых активистов, предпочитающих спорт и здоровье. На его территории жители города тренируются в разных направлениях. Здесь проводятся индивидуальные и групповые занятия. Для всех желающих осуществляется прокат спортивного инвентаря. Брещане знают, где как ни в этом месте они могут отлично провести время и зарядиться энергией. Для нас Грибной канал уже больше пяти лет является, как сказать, альмаматор. То есть мы тут занимаемся, тренируемся, с нами тренируемся. Роллер-школу здесь впервые начали, чтобы организовали. В общем, для нас это тоже такое место, очень знаковое, очень ключевое. Желаем процветания, чтобы материал-техническая база всегда была на уровне и чтобы она всегда, в общем, росла и улучшалась. Грибной канал, можно сказать, для меня второй дом. Я в прошлом гребец, поэтому не только асфальт теперь для меня близок, но была близка и вода. Поэтому очень хочется поздравить родной Грибной канал с таким юбилеем. Хочется пожелать, чтобы еще много-много лет радовал у нас и асфальтом, и водичкой, и солнышком, и свежим воздухом. Чтобы все люди занимались спортом. Атмосферу праздника в день рождения Грибного канала создавали музыкальные исполнители города, а также военный оркестр внутренних войск Республики Беларусь. В торжественной обстановке были награждены лучшие сотрудники, которые добросовестно трудились во благо спортивного комплекса с момента его основания, которые были свидетелями его становления и стремительного развития. Коллектив дружный у вас? Коллектив у нас дружный, хороший коллектив, да. Мне нравится. Приятно, что сегодня вот так вот оценили. Очень приятно, конечно, да, что выделили тех работников, и тут как бы не очень так много осталось, которые вот 10 лет именно отработали. Но да, очень приятно. Центр Олимпийского резерва по гребле – один из крупнейших спортивных объектов в Республике Беларусь. Сегодня он полностью обеспечен ультрасовременным оборудованием для проведения соревнований высокого уровня. Его двери всегда открыты для белорусских и зарубежных спортсменов. Коллектив сотрудников составляет 221 человек. Воспитанниками центра являются более 700 детей. Их желание заниматься именно здесь легко объяснимо. Перед глазами пример именитых чемпионов, делавших свои первые шаги в карьере в Центре Олимпийского резерва по гребле. Работать в этом направлении, популяризировать спорт среди населения – цель на перспективу. Это рубеж, который мы прошли, идем дальше, идем уже с чем-то, идем, видим дальше наши перспективы и хотим развиваться. У нас следующий рубеж – это игры 2020 года, где наши ребята должны обязательно занять призовые места.